Всем добрый день, это наш новый день. Никита помогает прийти Косте игру. Не получается, правда? Да. Не получается что-то разбить. Мы сейчас уже оделись, собрались, Никита дает струкцию, мы поедем в торговый центр. У нас пришло два заказа, тоже долгожданных. Поэтому влог обещает быть интересным, потому что сегодня у нас целый день будет шопинг. Да, мы сегодня забираем камеру, вы узнаете какая это камера и скорее всего вторая половина влога будет снята на нее. Я думаю, что будет очень круто. Да, а еще расскажи, короче, Никита встал в 9.30, да? Я проснулась тоже в 9.30 и поняла, что я уже выспалась, но мне было так жалко вставать в это время, потому что я обычно на работе в это время вставала. Видимо из-за привычки вставать в 9 с мелочью, вот я так проснулась и мне было так жалко встать. Никита встал, а я специально еще встала два часа. После чего Никита куда-то уехал, куда-то уехал. Я уехал за машиной. Мы поехали с мамой на Ниссане собирать Volkswagen. Я, короче, на нем уехал. Заглох на улице из-за того, что не мог переключить передачи почему-то. Не знаю, почему они не переключались. Ну, как бы, в принципе, нормально доехали, ничего страшного. Вот. Так что, такое у нас интересное начало дня. Увидимся с вами в следующем моменте. Я не знаю, что это будет за момент. Это будет торговый центр. Думаешь? Да. Ну вот, посмотрим. Мы приехали в торговый центр. Да. У нас целый пакет. Мы закупились. Вот мы думаем, да? Что за влогеры без хорошей камеры? Мы купили Sony FDR-X3000. Я думаю, те, кто более-менее интересуется съемкой, знают, что это очень крутая камера. Для влогов так вообще зачет. Да. Такая маленькая, очень удобно держать. Да, экранчик есть. Со всякими плюхами. Да. Мы купили еще вторую камеру такую же. Вы не подумайте. Да. Но вы не подумайте. Мы не совсем зажрались. Это Лешке. Это этому. Лучшему белорусскому блогеру. Вот тут вот будет ссылка на его канал. Обязательно зайдите, посмотрите. Сверху, да. У него качественные ролики, на самом деле. Мне многие нравятся. Да. Сейчас Никита пойдет это все. Вот это все. Занесет машину. И мы пойдем шляться по шмоткам. Тут, конечно, магазинчик поменьше. Вот этот вот торговый. Но. Может, что-нибудь найдем. Если нет, то поедем туда, куда вчера. Мы гуляем по торговому центру. Кристина вот нашла примерить. Пальтишко еще одно. Не знаю. В том мы взяли только технику, а так больше ничего не купили. Еще шпепка носки взяли. Гуляем тут с Костей. Ищем, короче, Кристине пальто. Ну и по мелочи всякую. В общем, видел прикольную майку Наруто. Она была очень большая. Большого размера. Меньших не было. Их, короче, останусь я без майки Наруто. Че ты дуешь? Капец. Смотри, это самый маленький размер. Ну да, не-не, тебе посимпатичнее. Тоже как халат. Ну, красиво. Ну, если что, у нас там те три, которые мы вчера показывали во влоге, а не это. Если что, мы купим одно из них. По полкам можно понять, что это не одежда. Но мы взяли три книги по Ведьмаку. Там цена, короче, три книги в цене двух. Если ты обладаешь либо премиум Эмпиком, либо премиум фри, типа бесплатным. Я хочу подойти на кассу, спросить, что за премиум фри. И надо, наверное, просто подписаться где-то, типа, на что-то. И тогда нам дадут. И тогда промоция, типа, будет это тогда работать. И я на кассе спрошу, если так, то возьмем три книги. Если нет, то подумаем. Кристина вернулась в магазин, где была вчерашняя пальтишка. Ничего лучше него мы не нашли. Мне кажется, я просто влюбилась в это пальто, которое вот это светлое. И теперь ничего другое выбрать не могу. Набрали тоже тут у нас уже в пакетах. Много не переживайте, мы все покажем, когда приедем домой. Сделаем полную распаковку. Вот, сейчас я буду все мерить. Еще я думаю, потом сходить в Зару и Айчендем. Потому что что-то мне в резерверте вот это мне не нравится. В Кропе тоже. Короче, такие да. Ну что, в Кроп за трусами еще можно будет сходить. Да, там прикольно. Симпсонами. Мы пришли в такое место, где можно поесть. Очень много разных заведений. Все это в торговом центре на последнем этаже. Костя уже доедает, да? Вкусно? Ну, мы прилажем фотографии того, что нам принесут. Я сниму еще. Взяли Костяку картошку фри, которую Никита съел. Я съел только половину. Костя доедает бургер. Вкусно? Я жду буррито. Заказала буррито, посмотрим, что это будет. Нам дали такие штуки. Видимо, они должны пищать, когда будет готово. А Никита взял в другом заведении себе бургер. Пасибус. Я читал вроде недавно про него как раз где-то. Нигереш мне скидал, когда про пельмени. Там что-то было про этот Пасибус. Вроде там писали, что вкусные бургеры. Но сейчас посмотрим, вам знать. Я хочу сказать, чтобы Никита пошел и узнал у них. Может, там уже готово. Так было увидело. Съел? Молодец. Теперь ты сильный? Да, после Макдональдса точно. Става удобно. Так, пришел мой бургер. Смотрите, он какой красивенький. Но он маленький. Но как бы за его оправдание скажу, что цена его почти как макдональдского... Макдональдска... Каваска. Гамбургера, да. Сейчас будем пробовать. На вид очень симпатичный. Я думаю, что будет ничего. А вот косин буррито, это, по-моему, какой-то кебаб. Ну, а что тут такое побольше? Ну, короче, сейчас попробуем. Давай, попробуй, сразу скажешь первое ощущение. Ну что? Вкусно? А бы что? Ну, не знаю, потому что это не середина, а сверху. Ну да, я первый путь сделаю. Ну, сейчас узнаем, что такое сибирь. Вкусно? Да. Ты в майонезе. Это вкуснее намного, чем в Макдональдсе. Хотя он и маленький, но он очень мало стоит. Он стоит 9 злотых где-то. Возьми салфеточка, тут у меня есть. 9 злотых, он при этом вкусный. Вот, смотри, мясо прям красненькое, хорошее. Ну, сами жарили, видимо. Балдеж. Рекомендую. Ну, у меня тоже оно там с курицей, какая-то там кукуруза. Ну, я просто не дошла до этого. Но, наверное, больше в середине. Это, знаете, такие бока. Косик пьет фанту. Так что всем, кто кушает, всем приятного аппетита и не толстейте. Идет, красотка. Опа. Что? Как буррито, Кристина? Короче, фигня-то, ха? Я думала, в середине будет нормально. А я его ем. А там, короче, еще рис. И оно все какое-то такое постное, безвкусное. Я не доела. И Никита попробовал, сказал, ну, в баню его. Костя тоже там два раза кусил. Но чуть-чуть осталось, придется выбросить. Да, поэтому Кристина взяла еще один бургер в Пасибусе. Я съел свой бургер очень вкусный. Прям очень-очень вкусный. Обалденный. А с чем там, с говядиной или с чем ты брал? Я ел с говядиной, да, обычный чизбургер, типа. А я ел с говядиной. А Кристина взяла куриный. Короче, будем пробовать. Че? Снимает? Не знаю. Мы отключили датчики показания, что снимает или нет спереди. Должно снимать там. Я вот только что проверил, вроде сбоку снимала. Да. Короче. Очень удобно вам, сразу скажу, снимать на камеру. Но, наверное, тут будет не очень хорошее качество из-за паскутского света вот этого. Он очень тускло светит. Меня аж так смотреть тяжело, честно говоря. Я думаю, завтра проведем прям тест. Сравним, типа, нашу старую камеру и новую Сонику. Потому что, ну, сейчас ночью это не актуально и неинтересно будет абсолютно. Что? Ну что, хотим показать, что мы купили в магазине? Потому что мы еще по шмоткам лазили вообще-то. Да, посмотрите, сколько у нас. Сколько всего Кристина купила. Три, раз, два, три, четыре, пять. И вчерашний монитор. Пять пакетов. Тут еще какие-то лазки. Тут шестой пакет. Ну что, хотите увидеть распаковку, а? А я вам покажу. Ну что ж, ребята, пришло время распокупок. Распокупок? Распокупок. У нас на заднем плане все пакетики из магазинов, в которых мы сегодня были. Я все буду мерить. Буду рассказывать, из какого магазина какая вещь. Думаю, нет смысла говорить, сколько стоит. Потому что в каждой стороне, мне кажется, цены отличаются. Я думаю, что можно начинать. И так, штанишки я брала в магазине Сенсей. Кофта из мохито и ремешок тоже из мохито. Взяла что-нибудь такое, знаете, обычное, немножко осеннее. Таких осенних канат. Спокойные, не яркие. На каждый день. Как-то так. Ну что ж, переходим с вами к следующему луку. Джинсы чуть темнее. Тоже из магазина Сенсей. Тоже тянутся. Классные, знаете, повседневные. Без всяких вот этих порезов, всяких модных каких-то штук. Обычные, типа классические джинсы. Обычная кофта. Такая теплая, мягкая, уютная, светлая. Можно было заметить, что вот такие, знаете, все какие-то базовые цвета. Темный джинс, там, допустим, светлая кофта, которая подойдет к любому вообще цвету низа. То есть, светлые джинсы, темные джинсы, какая-то юбка. Все подходят друг к другу. Я пытаюсь собрать какой-то базовый такой гардероб. Не знаю, получится у меня или нет. Но вот как-то вышло так. К этому всему у нас есть такой еще прекрасный пакетик из пепка, в котором мы купили очень много пар разных-разных носочков. Белые, серые, черные на любой день недели и под настроение. Переходим к следующему кулу. Я все-таки влюбилась в это пальто. Купила себе светлое пальто. К нему прикупила такой шарф, чтобы не замерзнуть осенью. Я думаю, что он сюда более-менее подходит, особенно под мою сумку. Будет красиво. Будет уходить в улицу. Такая модная, головая. Все это на пальто. Главное, его не загадить. Это уже я. Что на мне купила мама? Я не знаю, в каком магазине. Вообще не разбираюсь, ничем не понимаю. А майка из Крок. Очень она мне понравилась. Такая она какая-то, ну, забавная, детская на самом деле. Но я такое люблю. Короче, прям то, что надо. Достаточно такой раздолбайский вид. Ну, в общем, как всегда у меня. Но хотя бы шмотки новые. Мне у нас идет. Поехали дальше. Опа. Тоже достаточно спокойный вид. Я вообще не выбирал ничего такого интересного на самом деле. Обычная кофта из вашего дыма. Обычная кофта из Кропа, по-моему. Но самое прикольное тут это вот эти вот носки. Одни с Патриком, а вторые с Пэнчбобом. Но это, кстати, наверное, их лучше будет одевать под тумой. Они как-то будут поприкольнее смотреться. В принципе, мы больше мне ничего не покупали. Купили еще одну корточку. Точно такую же, как и эта. Которая на мне, только полностью белая. Поэтому показывать ее на мне даже, наверное, смысла особого нет. У нас осталось еще парочка вещей, которые мы можем вам показать. Но надевать их на себя смысла нет. Это нижнее белье Кристины. Можешь показать мое. Потому что у Кристины обычное, не смешное, не интересное нижнее белье. А у меня вот такие вот руханы с симпсонами. Надевать я их пока не буду. Тем более вам показывать еще, чего вы придумали. И три книжечки. Да, получилось оформить вот эту вот скидку. Да, третья книжка у нас получилась в подарок. Та-дам! Будем читать. Никита будет, не знаю, наверное, быстрее начнешь ее читать, чтобы я потом... Ну, пока не понравилась книжка. Нет. А, это. Типа волосы. Да, ведьмака. О, тоже за стороны одной тоже. Да, я не знаю, где я вам говорил, но я уже читал три книги по ведьмаку. Это были... Это были первые две книги. Они такие, типа, как не относятся к основному сюжету. Это такие, типа, как сборник рассказов про ведьмака. А вот сейчас те, которые три штуки купили, это уже прям про Цири, ее старшую кровь и так далее. Три штуки мы купили. Там еще вроде три есть. Короче, сначала эти прочитаем, а потом возьмем следующие. Будешь с нами читать, со мной? Да, буду. Я прошла игру и посмотрела сериал. Мне это очень понравилось, поэтому я тоже буду читать. Возьмем и сделаем как-то две закладки, и Никита будет читать. Одновременно я тоже буду читать, когда он там сидит где-то за компьютером. И просто разные закладки будем вставлять. Очень интересно. Что, прощаемся? Закладки уже пора. Ну, вообще пора. Я думаю, что мы еще, может, чай пойдем, купим на ночь. Пойдем. Ну, уже, наверное, попрощаемся. Закинемся все на монтаж. Потому что уже, на самом деле, очень поздно. Да, материала, кстати, очень много. Да, придется очень много обрезать. Так что всем до завтра. Завтра вы увидите тест Соньки. И завтра еще по планам, кстати, мы хотим в робопарк попасть. Да. Надеемся, что все у нас получится, все будет открыто. Так что встретимся с вами в следующем блоге. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok